Всем привет! Сегодня ролик будет из такого индустриального сердца Польши. Это Катовица и агломерация вокруг этого города. Довольно много на самом деле городов. Тут долгое время была такая тяжелая польская промышленность. Огромное количество шахт, огромное количество разных заводов, производства. И это наложило, конечно, значительный отпечаток на то, как этот регион выглядит и сейчас. У меня, в принципе, все еще предвкушение летнего сезона, поэтому пока в ожидании поездок по Польше. И решил проехаться, снять как раз-таки всю агломерацию. Ну, все не всю, она, конечно, очень большая, но такие интересные точки этого города и посмотреть, как она выглядит сейчас. Сегодня 2 мая и это праздник в Польше. Правда, не выходной день, но день праздничный. День флага, поэтому, в принципе, на всех зданиях, на трамваях, общественном транспорте, везде вывесили польские флаги. Город выглядит довольно празднично даже благодаря этому. Ну и вообще, это период маевки. Такой день, с одной стороны, вроде как бы и не выходной, но с другой стороны, город довольно пустой, потому что почти все, ну, по крайней мере, я думаю, все, кто мог, взяли себе выходные, потому что этот праздник, он посередине между двумя выходными, потому что 1 мая это день труда, официальный выходной, и 3 мая день конституции, поэтому многие вообще взяли там 10 или 9 выходных подряд, всего добавив 3 выходных из своего пула доступных в этом году. Но даже те, кто не брал такой вот длинный промежуток, почти все, я думаю, что взяли как минимум вот этот один день, чтобы 5 дней подряд тоже отдыхать, поэтому город довольно пустой, и, в принципе, все в основном уехали куда-то там на маевку, в горы, в лес, еще куда-то. Но при этом все нужное работает в этот день, можно и в магазин пойти, они все открыты, там торговые центры, так что в целом такой 50 на 50 день, но ощущение, конечно, полное, что праздничный выходной. Катавица Катавица это вообще Шлёнск, и часто, когда слышу от кого-то на Шлёнску, то, в принципе, может быть два таких основных значения, ну, чаще всего все же люди говорят о воеводстве в Шлёнском, то есть аналог области, да, и административное отделение, которое вот в последнее время есть в Польше, то есть это и Катавица, и, кроме того, еще и там Сосновец, например, Чинстахова, которые там культурно Шлёнском особо не являются, и это вторая, скажем так, часть, второй пласт, когда иногда, ну, в основном, больше, конечно, когда исторический какой-то контекст говорят на Шлёнску, то говорят об этом религионе историческом с большими тоже немецкими корнями, и в таком формате Шлёнск это уже не только там Катавица и окрестности, но еще и Вроцов туда входит, потому что это Дольный Шлёнск тоже, Дальношлёнское воеводство, и Аполе, конечно же, и даже некоторые части, которые сейчас являются территорией Германии и Чехии. В последнее время Шлёнску он очень активно расстраивается, если говорить о галлумерации, то, пожалуй, все же больше Катавицы, хоть и в других городах тоже им строят, и причем появляется огромное количество как офисных разных домов, так и жилых, и иногда это приобретает довольно забавные такие контрасты. Например, я сейчас нахожусь в части города, который называется Богучица, и, насколько я знаю, это вообще самый старый район Катавицы, самый первый район Катавицы, и вот те дома, которые сейчас строят, они, конечно, выглядят довольно приятно, интересно, я думаю, там и видовые хорошие квартиры будут, но совсем вот рядом, и мне кажется, что они даже еще там пару новых домов достроят, и будет там вообще стык в стык находится такая традиционная архитектура промышленного Шлёнска, это фамилоти, то, что называется фамилоти, их строили в основном для работников шахт, работников заводов, ну, для администрации тоже были некоторые районы, и они очень, конечно, и колоритные, и выразительные, потому что все имеют свой такой узнаваемый кирпичный вид, да, конечно, их в последнее время иногда реставрируют так, что ты не сильно отличишь их от каких-то послевоенных даже, или предвоенных таких домов обычных более, например, даже впереди сейчас два дома, один вот слева он просто отреставрированный, и выглядит как просто обычный дом, а справа так оставили более историческое видение, скажем так, этого дома, ну, и вот даже сейчас очень интересный кадр, когда я, в принципе, иду по такой древней улице, улице Фамилоков, и при этом вижу впереди себя вот эти вот новые дома, высотки, которые, ну, очень контрастно, конечно, выглядят. Да, эти старые районы, районы Фамилоков, они, конечно, тоже не без своих проблем, потому что, опять же, из-за того, что много людей здесь жило тех, которые работали на шахтах, на заводах, то потом, когда большинство из них все-таки закрылось, не все так плавно произошло с нахождением каких-то новых вариантов занятости, при том, что там были какие-то периоды с очень большой, скажем так, безработицей. Сейчас все же уже удалось преодолеть, ну, вот такой вот самый большой кризис, но все равно по-разному выглядят и эти дома, и жильцы тоже этих домов, ну, и зависят, конечно, тоже от района, есть такие районы поприятнее, есть менее приятные, но в любом случае это такой вот очень коваритный вид Шленска, и, в принципе, наверное, в любой город, куда ни поехать здесь, то можно найти как минимум отдельные районы, где этих домов много, иногда, кстати, приводят в порядок, реставрируют, как, допустим, сгожелец, я был один из роликов про быта, и я приехал посмотреть такой вот совсем район, который очень такой однообразный, да, и полностью из таких помилков состоящий, и его сейчас очень классно реставрируют, и выглядит все в том же стиле, но уже сделано будет все современно, и восстановлены дома, ну, которые имели, скажем так, свои некоторые проблемы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, я добрался до центрохожего, и можно сказать, что, конечно, есть удобство с транспортом, потому что все в рамках агломерации это один и тот же общественный транспорт, поэтому можно купить там билет, допустим, дневной тут же билет, и он будет действовать на территории всей агломерации, можно ездить по там нескольким десяткам городов, которые сюда входят, что я, в принципе, и сделал, трамвай попался довольно забавный, я вообще думал в какой-то момент, что придется доходить уже как-то пешком или как-то иначе добираться, потому что последние несколько остановок он начал очень мерзко пищать, и водитель как-то то выбегал, то забегал и пытался что-то с ним сделать, но в итоге ему удалось уговорить трамвай доехать до конца, и я сейчас нахожусь в самом центре поживо, историческом центре, это рыночная площадь, которую таким вот чудесным образом пересекает эстакада, прямо разрезает пополам это историческое место, где-то тут раньше, по-моему, были фотографии того, как до этой эстакады выглядела эта площадь, но сейчас я что-то не вижу этих фотографий, и могу сказать, что не зря, потому что, мне кажется, мало кто может сказать, что с эстакадой стало лучше, она, в принципе, хоть и защищена тоже такими вот улавливающими звук-барьерами, но все равно шумно, и явно, когда раньше здесь просто росли деревья, его зеленый уголок было намного лучше, причем несколько раз, по-моему, старались ее убрать, там поступали местные жители за это, но ни к чему это особо не привело. А вообще, сами переходы между городами, там, вот из Катавицы, допустим, вхожив, зачастую это просто таблички, потому что просто в какой-то момент ты перестаешь быть в одном городе, а уже едешь по-следующему, хотя застройка не сильно меняется, нет каких-то больших промежутков тоже, но все равно могу сказать, что у каждого города есть свой очень узнаваемый вид, какой-то там характер, что ли, и перепутать, допустим, клевице с бытомом или скотовице достаточно трудно. Кстати, в последнее время, еще и довольно сильно поменяли прокат велосипедов здесь, потому что раньше это было отдельное приложение и вообще отдельная услуга, а сейчас решили объединить с общественным транспортом, и теперь это уже не Nextbike, а Metro Rover, но из крутого они там не просто цвет поменяли, что тоже, конечно, сделали, но обновили все велосипеды, они сейчас и в хорошем качестве их и найти можно везде, чего раньше не всегда случалось, но еще поменяли и ценовые политики, то есть если у кого-то сейчас абонемент на общественный транспорт, даже дневной абонемент, то тогда он получает плюс час, бесплатный час, 60 минут на то, чтобы покататься на велосипеде, ну, больше, конечно, для того, чтобы добраться до остановки на велосипеде, идея, по крайней мере, такая, и сильно тоже, достаточно сильно подняли в целом цены, если без какого-то абонемента, но ввели абонементы и в том числе и на велосипед, там есть и полгодичный, и годичный, и они стоят весьма доступно, а в итоге велосипедов стало больше, их можно найти, и хоть много раз слышал о том, что люди жалуются на то, что стало как-то дорого, но мне на самом деле больше нравится то, как сейчас выглядит ситуация с прокатом велосипедов в агломерации, и поэтому тоже взял сейчас на прокат велосипед и немного прокачусь похожего, посмотрю на то, как выглядят здесь улицы, дома и люди. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова что могу сказать да я не отъезжал далеко от центра тут где-то покрутил немного одно все равно эмоции такие смешанные смешанные есть такие очень приятные районы и места есть такие дворы на которые смотришь и думаешь если они выглядят так в солнечную теплую погоду то какое настроение у этих мест когда снег идет там или дождь и ну наверное все равно каждый для себя сам это оценивает но город контрастный в общем такой вышла моя небольшая прогулка скоро уже будут более далекие длительные поездки так что подписывайтесь заходите на канал и увидимся уже новых роликах я выбор мэппетит и и